Упражнение, которое связано именно с ведением, с началом ведения, мы видим правильную баскетбольную стойку, мы ее меняем и начинаем вести. Если мы сделали вышагивание, которое у нас при первом шаге, сейчас при переднем переводе, удар, чтобы сделать, обязательно надо сделать чуть-чуть сзади. Сзади ноги, которая делает корректирующий шаг. Мы сейчас видим корректирующий шаг, чтобы защитник не мог ее выбить. Очень часто в этом упражнении ребята допускают ошибки и делают пробежки, потому что не делают корректирующий шаг или делают его вперед. То есть здесь вот это очень широкий корректирующий шаг. Сейчас тренер показывает, что с этой ноги очень сложно будет уйти. И мы должны понимать, что для вот этого колена, которое сейчас поправит его тренер, оно должно быть над концом ступни. И вот этот сейчас будет корректирующий шаг. Вот здесь вот, видите, колено, оно будет опускаться на 40 ступней. И мяч должен закрываться вот этим бедром. Вот здесь вот, когда мы будем делать удар здесь, тогда защитник не сможет выбить. И мы не сделаем пробежки. Сейчас мы пробуем правильную остановку. Задний пивот и отдаем пас. Правильная остановка, пивот и на старт дриблинга. Именно вот на старте дриблинга, когда мы делаем вот этот момент. Здесь мы делаем, не будем делать пробежку, потому что здесь мы делаем шаг в то направление, куда мы сделали первый шаг. Не будем возвращаться. Здесь уже мы в парах делаем также передний пивот. Возвращаемся, делаем задний пивот и противоход, когда защитник собирается атаковать наш мячик. Главное, укрываем его. Здесь делаем шаг очень быстро и удар делаем за ногой, чтобы защитник не мог дотянуться до мяча. То есть мы прикрываем туловищем, локтем и коленом. Видите, здесь вот сейчас вот момент, когда мы видим, вот сейчас он отпустит мяч, мы видим, он поднимет локоть, колено прикрывает, защитник мяча не видит. То есть через туловище он не может его выйти. Это, конечно, медленно. Вот видите, сейчас сложно показать это в динамике. Это выглядит совсем так. Сейчас опять упражнение в парах, где мы видим, где перед стартом дриблинга мы должны обмануть защитника и начать правильное движение без пробежки. Мы обманываем передним пивотом, убираем мяч, проводим его перед игроком, но проводить мячик желательно ниже колена. Вот здесь мы видим неправильный момент, когда он провел мяч перед игроком. А вот сейчас мы увидим хороший момент. Здесь игрок делает обманное движение, мяч ниже колена, он уходит от защиты. В предыдущем упражнении мы делали скрестный уход, сейчас мы делаем то же самое после обманного движения, только прямой уход прямым шагом, то есть в ту же сторону, куда делаем обманное движение. Но очень важно сделать корректирующий шаг небольшой, чтобы мы могли оставаться в хорошем балансе. Мяч должен находиться за коленом, мы его должны закрывать телом, локтем и коленом. И тогда у нас все получится. То же самое мы видим, обманное движение, корректирующий шаг. И сейчас ребята специально делают лишний дриблинг, чтобы вы видели, что защитнику не дотянуться до мяча, если мы сделали все правильно. Мяч проходит низко, остановка, вот здесь видите, и потом уход уже второй ногой, которая была опорная. Чтобы не было пробежки, очень важный элемент в баскетболе. Продолжение следует...